Масленичная неделя Город мастеров Елена Антонова И два мастера Декоративно-прикладного искусства Самарской области Это Милюша Завьялова И Екатерина Воробьева Здравствуйте Скажите, пожалуйста, на Масленичной неделе Какой основной смысл несет Вся эта неделя, потому что там и по дням Все разное И последний день финальный Тоже очень важный А в целом, что это за праздник Кто что о нем знает, раз уж вы так Занимаетесь И пристально над этим Всем работаете Масленица это Самый веселый Самый яркий, на мой взгляд Праздник перехода Из зимы в весну Вчера совершенно случайно Благодаря телевидению Узнала, что первый Блинкомом Это неудачное Начало чего-то Масленица Комоедица Масленица Встреча с мишкой С медведем Ком Это медведь в древнеславянском языке И первый блин Не комом Первый блин Комам Первый блин Медведю Чтобы задобрить его Чтобы он Выйдя из берлоги После зимней спячки Встретился Не с людьми А с угощением С лакомством Был бы добр И был бы Силен Да Вот ведь какие тайные Древние знания Поэтому первый блинкомом Это удачное начало Замечательно Так что Каждый год Масленица дарит Какие-то новые открытия Какие-то новые знакомства Новые встречи Каждый день Очень символичен В Масленице В понедельник Встреча Мы готовимся К Масленице Мы прибираем дома Мы устанавливаем Карусели Мы устанавливаем Какие-то интересные вещи Вокруг наших жилищ Вторник Заигрыши Мы начинаем входить В этот праздник Среда Мы ходим К тёще На блины Вот многим нравится Этот праздник Многим Четверг Завтра Разгуляй Пятница Тёща ходит С ответным визитом К зятю Зять должен Уже Тёщу свою Встречать И умасливать Суббота Золовкины Посиделки Если нет Золовок Нужно приглашать Подруг Да Вот семейный Да И одаривать их Обязательно Делать подарки Подарки нужно делать На Масленицу Со смыслом Это посуда Это куклы Незамужним девушкам Нужно дарить Особенных кукол Так Ну например Вот всем Женщинам Особенно молодым Девочкам Подойдет Вот такая вот Екатерина Саночница Без глаз И без Это обрядовая Это обрядовая Кукла Она Без лица Лиц не должно быть На этих санках Девушка въезжает В свое Счастливое будущее Ну интересное Особенно Ну и воскресенье Это Наш самый Главный Масленичный день Прощенное воскресенье Ну вот собственно Масленичная неделя Вся у нас Состоялась Да Милеша А у вас есть Любимый день Любимый Или вам Вся неделя Так нравится И вы каждый день Ну как-то больше К выходным Ближе Да к финалу Да к финалу Уже начал Потому что подготовка Она все равно Немножко изматывает А окончательный праздник Все таки тоже Но основной смысл Все таки это Проводы зимы И встречи весны Вот новый настрой Опять же Как в новом году Настрой на что-то Лучшее Надежда Да Провожаем все старое Плохое Что надоело Жигаем И нас за зиму Так вот Измотало И спечали Вот А весна это конечно Радость Солнце Екатерина у вас Есть любимый символ Масленицы Атрибуты Вот много же Солнце Солнце Встреча масленицы Тепла А вы Вот как мастер Вы делаете Какие-то предметы Солнечные С солнцем Что-то связано Я в основном занимаюсь Резьбой по камню Сейчас как бы С собой Нет работ Ну и расписываю Небольшие брошки Значки Ну тут вот как раз Солнце Не могло обойти Внимание Да Солнце действительно Солнце блин Это же все равно Из одной Вот этой Это все как-то Относится именно К масленице В принципе Блины есть Символ солнца Да А вы уже попробовали Сами блины На этой неделе Да А на площади Куйбышева Нет еще Пока нет Я предлагаю Посмотреть сюжет Что же уже там Организовано На данный момент Есть ли блины Стоит ли туда Подойти попробовать А потом продолжим разговор За воротами У печи Емеля Танцевал До гостей созывал В миру Это студент Алексей Панфилов Если в сказке Емеля ленив То Алексей Ради улыбок И хорошего настроения Самарцев Готов на многое Сегодня пришел Развлекать горожан После учебы Роль сказочного Персонажа Он примерил На себя впервые Сижу на печи Спрашиваю детей Какие виды транспортов Они знают Ну и потом Провожу к печке Печка загадывает загадки Самое главное В душе солнце Зима заканчивается И изнутри Начинает греть Гостей ждут И другие сказочные персонажи На различных площадках А в усадьбе Деда Мороза С самарцами Прощается сам бородатый Хозяин зимы И его внучка Снегурочка Занятий на площади Куйбышева Маслечную неделю много Народные забавы Мастер-классы Концертные площадки Свои товары на ярмарке Город мастеров Представляют около Старей месленников Самарцы уже потянулись На площадь Куйбышева За хорошим настроением Среди гуляющих Есть и иностранцы Нам отлично Нам очень нравится Не знаю Мы только вот сейчас пришли У меня муж Из Испании Вот приехали Как бы Не знаю Посмотреть скульптуру русскую А на всю эту красоту С улыбкой смотрит Нарядная маслена Даже ей приходится Соответствовать моде На высоких девушек Ее рост 21 метр А прямо за масленой Разместился Четырехметровый Надувной самовар Такой масштабной Масленицы Город еще не видел В прежние годы Как-то так получалось Что мы празднули Все-таки в один день Это было воскресенье Поэтому здесь На площади Куйбышева Каждый день Начиная с понедельника С 20 числа Мы ждем ребят И их родителей На творческую программу Самарской масленицы В рабочие дни Гостей ждут на площади С 4 до 8 вечера А в выходные И праздничные дни С 12 Раз, два, три Четыре, пять Начинаю колдовать Масленицы праздник Не только вкусный Но и волшебный Здесь нашлось место Даже для русских Народных сказок Вот и мы решили Присоединиться К этому волшебству А у самарцев Для этого есть Еще целая неделя Итак, масленицы Проходят целую неделю Что представляет Город мастеров Как давно зародился Этот проект И для чего Он собственно У вас есть какие-то Свои задачи И цели Хоть это не очень Применительно к масленице Но все-таки Вы как организатор Координатор проекта Вот вы что хотите Показать История этого проекта Берет свое начало В 2014 году Когда родилась Родилась эта идея Создание именно Города мастеров С улицами Центральной площадью С забавами и развлечениями Это город В котором каждый Житель Находит для себя Любимое занятие Исконные Исконные виды Рукоделия Зародились Очень давно Появился человек Он сразу начал Что-то мастерить Себе в дом Себе В свое жилище А давайте сейчас Милеушу попросим Что-то смастерить нам Что же времени терять Пока Под рассказ Об истории Вот это что такое Масленица Это кукла-масленица То есть Их много разных вариантов То есть От местности Зависело От того Где какие материалы То есть можно делать А долго ее делать Вот чтобы Дома какую-то атмосферу создать Вот несколько поделочек Поставить Можно же Да И вот город мастеров Как раз Там есть еще шатры С мастер-классами А вот что Где можно прийти Чему-то научиться Там многие мастера Проводят свои мастер-классы То есть делают кукол Не могу прямо сейчас Точно расписание сказать Я не помню Ну надо подойти Да Там стоит три больших шатра Где Все это обучается Бесплатно То есть можно прийти с детьми Там есть доступный Для всех возрастов Ирина Интерес вот к такой Селф-мейд Как мы говорили Какое-то время назад Возрастает Вы как-то вот отслеживаете Это Потому что вы инициатор этого Да И тот, кто занимается этим Ему же так важно Все это продемонстрировать Показать Чтобы люди о цене Не дома на полках Складывать вот свои поделки Ну я как инициатор И человек Живущий всем этим Могу сказать В первую очередь Всем женщинам Что этим заниматься Не просто Хочется Не хочется А каждая женщина Этим должна заниматься Если она хочет Сохранить Свой семейный очаг И сберечь его От всяких Нехороших Вторжений Какая интересная позиция Богиня Макош Или Пороскева Пятница Это Покровительница Домашнего очага И всех рукодельниц В Пятницу нельзя мастерить Пороскева может За это наказать Так Вот важно Важно А то хотела уже завтра начать Вот важно Мы отпустили Сохрань Но 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 Обязательно Каждая женщина Должна Что-либо уметь Делать руками Она не просто так Вяжет Не просто так Перебирает Она защищает Свой дом Тем самым Поэтому Это Очень Глубинные Такие Глубинные Корни А вас в интернете Можно найти Чтобы информацию Узнать о вас Да, конечно Чтобы к вам присоединиться Можно Да, у нас есть В соцсетях представлены У нас есть группа Она так и называется Город мастеров Самара Поэтому нужно Нужно и можно Туда заходить Знакомиться с нашими Великолепными мастерами Которые действительно Достигли уже Уровня такого Что могут И совет дать И совет дать И научить И объяснить Поэтому Обязательно Заходите Знакомьтесь Приходите к нам В город мастеров Приобретайте подарки А кто к нам приезжает Вот на площади Куйбышева С поделками Откуда? Только из Самары Город мастеров Это Самара? Или еще что-то? Это ваш мой проект Город мастеров Самара Это гостеприимнейший город Который принимает В гости Мастеров Ульяновска Саратова Нижнего Новгорода Архангельска Даже так? Даже так Сыгрынцы Масштабы расширяются Масштабы расширяются Интересно Мы очень гостеприимные Очень всех ждем Вот такой важный вопрос Эта продукция Она продается Ее можно приобрести Вот если она очень понравится К душе Вот бывает так увидишь Поделку И вот так понравится Что и кажется И тепло И добро она какое-то несет И для дома своего возьмешь И хорошо А вот я хочу У Екатерины поинтересоваться Почему камень? Глядя на вас На такую хрупкую Изящную девушку Как сказать Что я и с камнем В основном С камнем работаю Ну мне однажды Привезли из Ульяновска Камень Который встречается Только там Называется Цимберцит Вот я попробовала Вот шлифовать Удалось Потом поехали В экспедицию Ну и так как-то Очень красиво Так называем Волгский янтарь Да он очень похож На янтарь Внешний Я могу продемонстрировать Он на мне сейчас Да вы что Какая красота И вот И это тоже Здесь с включениями Перита Очень интересно Да действительно Что-то вот от него Блеска Какой-то внутренний Ну вот собственно да Это Исходит Наша совместная работа Семляушей Азватовной На Елене Александровне Да Значит На площадь Куйбышева Стоит прийти Но есть масленица Вот мы чаще говорим Широкая масленица Да вот она как раз В предстоящие дни и будет Вот что можно там будет Ради чего стоит Вот такие не сильно Жаркие дни Еще все-таки Зиму мы не проводили Прийти Вот что интересного Что вас самих там радует Ради чего горожанам Стоит прийти Что интересного Очень много арт-объектов Я вот допустим Люблю фотографироваться Поэтому очень много Всевозможных арт-объектов На фоне которых Можно сфотографироваться Вот фото зоны Предусмотрены Опять же для таких людей Которым очень важно Выкладывать новые фотографии Да Это уже такой Современный Яблоко Есть игры Есть зона Вот качели-ложки Вот это все Для детей Детская Очень много Было видно на видео Вот Есть Вот продолжает Работать проект Дома Деда Мороза Только сейчас Там встречают весну Вот То есть Другая программа Да Совершенно другая программа С учетом Тех особенностей Тех Нюансов Которые выявил Проект в Новый год Сейчас это все Предусмотрели Вот Есть где подождать Поиграть детям Вот Чтобы не стоять Грустно в очереди Вот И проект совершенно Другой теперь получается То есть да Это та же усадьба Но совершенно Другие развлечения Мне кажется Стоит сходить с детьми И я вот думаю Что мы сводим Младших Посмотреть Там уже встречи с весной Говорят То есть программа Говорят Новая Интересная И с учетом Тех нюансов О которых говорили Горожане раньше Еще и концертные Да Там Концертные Такие поднимающие Настроения Ну я думаю Столб-то будет То есть там Будут масленичные Будут масленичные Забавы традиционные Бой на подушках Покорение Масленичного Столба Хороводы И много 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 Программ Для детей Да Вот что важно Чтобы с семьей Придти И всех занять Приходить нужно С семьей Обязательно Четырехметровый Самовар Печка Масленица Наверное Одна из самых Высоких В России Да Уникальный Арт-объект Город мастеров В котором Вас ждут 132 мастера Регионы Я уже Перечислила Мастер-классы На которых Можно Научиться Новым Каким-то Для себя Вещам Досель неведомым Много Много Множества Блинов Общение Радость Вот это вот Аура Которая Подпитает Нас на целый год И Нельзя Это вот это событие Которое пропустить Нельзя И нужно обязательно Выбрать время И прийти Как бы холодно Там не холодно Там на самом деле Не холодно Там всегда тепло Там всегда тепло Можно Если уж замерзли У нас будет В городе мастеров Представлена коллекция Самоваров Ух ты Уникальных Самоваров На фоне На фоне которых Тоже можно Фотографироваться Их можно приобрести Тоже Их можно приобрести Тоже Вот я как раз Хотела задать вопрос Вот Не то что Приобрести Вот чтобы украшало Дом А вот с таким Практичным Применением Прикладного характера Будут там такие Такая продукция Конечно Вот например Корзины Да Есть два Замечательных Мастера Евдокимова Галина И Митрофанов Андрей У них очень много Полозаплетения То есть это корзины Гончарное производство То есть это Всевозможная посуда Вот здесь вот Например На столе представлена Сумочка Милеуша Азватвина Да Это традиционная Вышивка по белью Но это сумочка То есть это кошелечек То есть имеет Прикладное значение И в принципе Все ремесла Происходили именно Из прикладного То есть чтобы Применять это в жизни То есть это Изготовление посуды Одежды и так далее Игрушек Те же сестульки Вот Да вот Мишка вот Ему 50 лет Кстати Это унышки Ничего себе Сохранился Это мой Из поколения в поколение Опять же на ярмарке И вообще в целом Можно познакомиться И с артистами И с мастерами Декоративно-прикладного Искусства Чему-то у них научиться Что-то узнать Взять координаты В конце концов Вот И всегда с ними Поддерживать Какие-то контакты Да А я хотела Поинтересоваться Сохраняются ли традиции Потому что сегодня В Риме такое Совершенно другое Новые материалы Даже темп жизни Другой Вот наверное Мало кто заставит Себя часами Там сидеть Что-то вот Кропотливо делать Вот как Это Отражается Сохраняется Потому что это же важно Традиции Очень большой интерес Вот сейчас пока еще Прохладно А вот на летних мероприятиях У нас вот Гончар приезжает С мастер-классами Не знаю Будет в этом году Или нет Не помню Сохраняется То есть интерес У людей Очень большой К народным И к гончарам И к глазоплетению Они все проводят Мастер-классы То есть Ну видно же Что людям Очень интересно Вот тоже интересно А с чем связан Такой интерес К возрождению Традиции Потому что Действительно Вот этот как появился Вот Селфмейт В интернете тоже Сколько желающих Сколько людей Выставляют свои поделки Интересуются этим Вот как можно Объяснить это Что происходит Наверное Это вот А как может Умереть интерес к душе Это душа И И по другому И по другому Быть не может Это корни Это история Вот Человек всегда Привязан к своей истории Ему это важно Опять же Многие Исконные Традиции Как бы Всегда Во всех Абсолютно Национальностях Их берегут Вот И они Находят применение В современной жизни Ну вот в том-то И дело Что мне казалось Что вот они утеряны Уже как-то вот Теряются наши традиции А тут вот такой Бум Я сказала бы Такого интереса У всех Своего рода Медитация То есть Кто как медитирует Вот То есть Жизнь слишком бурная Темп такой И хочется Какого-то Успокоения Успокоения То есть Вот ты сидишь Там себе Что-то вышиваешь И От всего Отгораживаешь А Елена сказала Ключевое слово Душа Потому что Конечно Когда ты работаешь Делаешь Душу Вкладываешь Не просто Так Так Технически Спокойно Да То есть Сидишь себе Спокойненько В углу И рисуешь Грубо говоря Вы еще задавали вопрос Как выбирать Изделия Ручного труда Вот вы Когда придете В город мастеров Не Не пытайтесь Бросаться на что-то яркое Вы Походите сначала Посмотрите И вот К чему У вас Потянется Потянется Рука Вас потянет К этому Вот это ваше Это ваше Это вам надо Это вам надо забрать Это ваш человек Который это делал Это Ваше изделие Которое Должно У вас появиться Дома Должно Интересный Всегда Когда возникают Сомнения При покупке Чего-либо Я всегда говорю Людям Что Вы Почувствуйте Погуляйте Если вам захочется Вернуться Значит Это ваше Значит Оно вам нужно Уговаривайте Убалтывать Людей Это не то место Это не та ярмарка Совершенно То есть город мастеров Он нацелен именно На обмен информацией Знаниями Вот Это душевное место То есть Не место торговли Как таковое А вот Хотя ярмарка Это один из пунктов Масленицы Да, да, да Ярмарка Это тоже традиционная Да, да Это же явление Это же не придумано То есть всю зиму Сидели, делали В данный момент Для Уши Азвата Она сделала Вот еще одну Сделала Небольшую куколку Масленицу Которую обычно делали Масленичную неделю Вот И она была На целый год Вместе с семьей Она смотрела Либо на дверь Либо ставили ее В красный угол И она целый год Должна беречь семью А по истечении этого года Старую куколку сжигали Вместе с Масленичной Делали новую Да, и делали новую Соответственно То есть Поэтому она делалась А красная Почему вот красная Обережная А, это красная Обережная Всегда обережная И коса И поэтому делали их Ой, тут вот уже Партнер Нет, это из рогоза Вот она делает Вот, нет, такие парочки Ой, интересные Тут косы в разные стороны Разлетелись Да, Галлим таким Сделает вот таких Она комы А что ж такое Ни у кого нет лиц-то А потому что Прямо так Повеселее бы было Чтобы Нет, нет Нет, это тоже Какая-то Это вот хайрова И здесь Нет Нет, традиционная кукла Она без лица А почему? Чтобы в нее Не вселялся Какой-нибудь злой дух Это так считалось А, поняла Чтобы не наделять Ее личностью Да, и она не личность То есть Сделали вот эти Масленицы Из чего-то натурального Лыка, солома Рогоз То есть Чтобы это легко И без проблем А если вот посмотрят Нашу программу Жительницы Самары И других городов И решат тоже заняться этим Где брать материалы У вас есть Вот тоже Можно к вам обратиться И вы подскажете Конечно Или просто вот посоветуете Потому что тут же Все натурально А где вот сейчас искать Натуральные какие-то тут Вот эти Лыка Лыка Что-то еще На строительном рынке А Плюс вот Опять же на ярмарку Обычно приезжают То есть Я где беру Я беру на ярмарках Туда приезжают Из других городов То есть Киров И это там Где лыка много С соломой С соломой сложнее То есть У Гали допустим Как-то рядом Я тоже часто На природу Поезжаю Вот прям Такие вот Интересные Это я с выставки Привезла С сельскохозяйственной Это сорга Это Это щелесенька Это я в лесу набирала Но если человек Воодушевлен Заинтересован Он везде увидит Он будет искать Уже вот Другим Абсолютным взглядом Смотреть на все Это Для себя Что-то Где-то Конечно Прогулки по лесу Он будет обращать внимание На ту же рогозу Совершенно по-другому Что это ему может пригодиться Что он может что-то попробовать Сделать своими руками Да Елена скажите Вы сказали Что мастера приезжают к нам А ответные визиты Самарских мастеров Есть какие-то другие города Вы обмениваетесь Таким опытом Потому что Хотелось бы и нашу продукцию Где-то представить тоже И мастерам это тоже интересно Наверное Да Мы ездим В Татарстан Мы ездим В Нижний Новгород В Пензу Вашим домом На месте не сидите Да Понятно А информационный Вот этот вот Слой Подтекст Где его можно подчерпать Потому что Ну вот смотришь Вот я спросила Да вот у меня ответили Почему нет лица А все-таки Вот почему Те или иные материалы Используются Какие традиции Вот где это Доставить информацию Это еще один повод Третье На мастер-класс И там рассказывают тоже Да обязательно В город мастеров То есть К каждому мастера Есть свои особенности работы То есть вот есть Евдокимова Галина И Митрофанов Андрей Они вроде бы оба занимаются лозой Но каждый делает это по-своему И вот если вас заинтересовало что-то В их работах Всегда отнесутся Они всегда расскажут абсолютно все И где это растет И как это делается Какие особенности есть Никто не будет зажиматься Все обязательно поделятся своими знаниями Я же говорю Это обмен информацией Вот чем еще можно воспользоваться Какими традициями Знаниями Чтобы достойно проводить зиму Что еще интересно Вы так как близко к этой теме Наверное вы тоже Когда занимались всем этим Какие-то традиции Узнавали для себя И думали вот это да Как раньше было И сейчас Что интересно Завершающим этапом Будет воскресенье Это обязательно массовые гуляния Тут еще одна причина Прийти на площадь Объединиться с другими людьми То есть в этом единстве провожать То есть нельзя как-то замкнуться в себе дома Это как раз необходимо выходить Гулять, играть во все эти игры Провожать зиму, встречать весну Да, даже если есть одинокие люди Для них это такая возможность Как раз выйти вместе со всеми Там очень дружелюбная обстановка Вот мы уже который год Вот ради этого Да То есть там никто не ходит Вот сам по себе То есть все равно это коллектив Это хороводы, эти игры Ну в общем-то Одиноким не будет Да, вот это важно Надо приходить А что появилось такого в этом году? Чего не было в прошлом? Допустим, есть понятие Много чего даже Узкая масленица, широкая масленица Вот то, что я говорила до этого Три первых дня это узкая масленица И четыре последних это широкая масленица В этом году, например, выпало Что четыре выходных дня Как раз это и есть Это широкая масленица Которую можно встретить на площади Очень много арт-объектов Вот, но об этом, наверное, Елена Александровна Лучше расскажет Ну, впервые Недельное гуляние на площади Да, в неделю Срок хороший Насыщенная программа Впервые площадь украшена По праздничному, по масленичному С соблюдением традиций Которые удалось сохранить Впервые мы встречаем весну в доме Деда Мороза То есть это такая театрализованная постановка Для детей и родителей И я могу сказать, что взрослые люди С гораздо большим энтузиазмом Смотрят на это широко открытыми Такими детскими глазами Потому что у них Ну, этого не было в детстве У нас, да? Не было этого в детстве А сейчас появилась такая возможность Прийти со своими детьми В этот прекрасный дом Пройти по... По сказке Квест Пройти по этой сказке Сойти в этот дом Это абсолютно доступно Абсолютно доступно Впервые самовар четырехметровый У нас надувной, такой яркий Впервые у нас фотозоны То есть много чего впервые Понятно Город мастеров не впервые Но он всегда развивается Он всегда очень динамичен Мастера не стоят на месте Они привносят что-то новое Сохраняя, приумножая Развивая и эволюционируя Понятно Вот насчет того, чтобы использовать Вот эти предметы Я все-таки за то, чтобы не просто Вот его купить И будет стоять пылиться Вот самовар можно? Цены такие, скажем так Демократичные, доступные Или уж такие уникальные самовары Что невозможно купить Разные Разные Есть доступные Можно приобрести А скворечник Вот символ весны Можно же взять на дачу Где-нибудь там его пристроить Вот опять же Митрофанов у нас Который лозоплетение Вот он плетет еще кормушки Да? А я не слышала Про плетеные кормушки Вот в прошлом году Я сейчас, когда собирались А вы его изделий легко найдете Это он, как правило Медведи Да, просто В рост Настоящего медведя Да? Вот, то есть Вы, как увидите Плетеных зверей И там есть и кормушки, да И скворечники И все, что угодно То есть все функционально Да И очень и очень Импозантного Мастера Дружелюбного Очень дружелюбного человека С бородой Настоящий Такой русский Который всегда очень добрый И очень располагает к себе людей Да Вот на самом деле Я-то думаю, что секрет всего этого Что это не забыто Мало же языческих праздников осталось Да? Вот ушло напрочь Вот много, да? Мастер состоится Потому что действительно Вот такое Настоящее И в этом есть радость Это такой грамотный компромисс А что нет еще, да? Нет, это очень грамотный компромисс Между православием И язычеством Да, да Это вот такая Переход Переход без каких-то полутонов Очень-очень грамотный И очень правильно Что давно-давно наши предки Все это как-то вот Сложили в единое целое И принесли нам И мы это храним Да, это еще такая мотивация Дополнительная для того Чтобы все-таки окунуться в историю Чтобы не просто вот ходить Смотреть на поделки И без базы вот этой, да Вот такой вот Откуда это все вышло И для чего вообще делалось И сегодня для чего Поэтому, да Ну, рассказывают Если кто-то что-то знает Обычно делятся То есть вот, допустим Девочки, которые делают куколы Они обязательно расскажут Что-то там как-то Чем они отличаются Чем они отличаются, да То есть стоит ходить Потому что очень много людей Которые знают историю Да Потому что мастер-классы Будут проводить педагоги Допообразование То есть они сами понимают Тоже как бы И с историей знакомы Стоит ходить На такие мероприятия Я считаю, что это Ну, у нас остается даже Несколько секунд Вот что самое главное Пожелаем горожанам В эту масочную неделю Самое главное Вот что хочется Счастья, здоровья, веселья На празднике Счастья, здоровья, веселья На празднике, да? Мира и добра Всегда Да, всегда Здоровья Да, вот Приобрести на праздник Что? Приобрести на праздник А, и что-то, да Такие чудесные поделки Спасибо вам огромное Приобрести радость Да, принесли такие чудесные поделки Спасибо вам за внимание Всего хорошего С маслом До свидания До свидания Продолжение следует...